Здоров, Миша, какие новости? Да, хреново без девушки. Просыпаешься утром один в кровати, скучно, грустно. И ты что-нибудь делаешь для того, чтобы познакомиться с девушкой своей мечты? Да, на днях повысил для себя вероятность проснуться рядом с такой девушкой в два раза. Интересно, и что же ты для этого делаешь? Поставил вторую кровать в спальню. А если это гениальное решение не сработает, ты что сделаешь? Третью кровать поставлю. А потом, очевидно, четвертую. Да. Миша, ты понимаешь, что если ты будешь просто копировать такие тупые идеи, то доставить никогда не дойдет? По крайней мере, движение с моей стороны есть. Результата пока нет. Без Face ID не работает. У меня лицо сломалось от возмущения. Приветствую вас, дорогие друзья. Большое спасибо, что подключились. И сегодня мы с вами поговорим про Зельду, про которую мало кто из вас, конечно же, знает. А те, кто знают, стесняются об этом признаваться в приличном обществе. Потому что это что? Правильно. А Гуша Гейминг. Это Нинтендо. И хотя Миша вам будет рассказывать, что Зельда это одна из величайших приключенческих серий на планете, тем не менее, многие люди смотрят на этого парня в зеленом колпачке и говорят, я не хочу себя с ним ассоциировать. Дайте мне крутого брутального мужика, например, из Скайрима. Вот, который мечом и магией будет разбираться со всеми вот этими злыднями. Мужика из Скайрим. Да. В Скайриме нормальные люди играют за кисок, блин. За кисок. Ну, за каджитов, естественно. Какой-то мужик в Скайриме, Виталий. Ты когда Скайрим запускал? Или за ящерком. Но, тем не менее, да, у компании Нинтендо есть серия Зельда. И как не прискорбно это признавать каждый раз, когда выходит новая Зельда. Ребята собираются из верхнего интернета, имеется вид у журналисты, и рассказывают вам, что это лучшая игра за все время существования человечества. Каждая новая Зельда берет новую планку, и все, и ты ничего не можешь с этим сделать. Выходит Breath of the Wild, все говорят, лучшая игра, твою мать. Ладно, выходит Tears of the Kingdom еще лучше, ну куда ушло, еще лучше, еще выше, еще мощнее. Хотя люди, которые смотрят на эту графику, опять говорят, блин, что за фигня. Но, тем не менее, находятся ценители, которые верят, которые идут, которые покупают, и проваливаются в эти Зельды на сотни часов, потому что контента там, как правило, очень много. Игры серии Зельды выходят регулярно. Ну, примерно раз в пять лет каждый раз берут новую высоту, но между ними появляются Зельды поменьше, попроще. Возвращение, так сказать, в прошлое. Ну, когда, например, Link's Awakening, это ремейк, это с какого? С геймбоя, да. И люди такие, да, вроде прикольно, но это уже совсем, извините, Агуша Гейминг. Но, тем не менее, этот Агуша Гейминг продолжает неплохо продаваться. И тут появляется новая Зельда, которая разрушает все правила, которые не следуют никаким традициям. Несмотря на то, что каждая Зельда пытается как-то отличаться от предыдущей, предлагать вам какие-то новые правила, здесь разработчики пошли совсем в ином направлении, потому что впервые в серии, впервые в серии, которая сколько? Уже где-то 30 лет существует на рынке. Впервые главным героем является не мальчик в зеленом колпачке, а какая-то женщина. Ну, не впервые Зельда была уже героем игры для Panasonic CD-i. Это такая провальная консолька, и Nintendo там выпускала какие-то проекты. Ну да, если говорить про вменяемые части серии Legend of Zelda, то перед нами проект, который надо бы назвать Legend of Link. Все эту шутку уже пошутили. Я мимо нее пройти не могу. Для, так сказать, бумеров не в теме. Когда выходила игра Legend of Zelda, еще там первая часть и прочее на Nessie, естественно, там какого-то внятного описания не было в самой игре. И там был мануал и все такое. Кто эти мануалы читает? И некоторые люди по-серьезу могли думать, что играешь ты не за Линка, а за Зельду. Потому что игра называется Legend of Zelda, соответственно, как с супер-братьями Марио, например. Вот, Марио Брос, соответственно, ты играешь за Марио. А тут Legend of Zelda, ты играешь не за Зельду, а за Линка. Но в этот раз все правильно. Мы действительно играем за Зельду. И в случае с этой игрой Nintendo могет в иронию. Дело в том, что, согласно сюжету, Зельда тут должна закрывать разрывы, чтобы спасти мир. А задача этой игры заткнуть разрыв до релиза Switch 2, который ожидается где-то там в первой половине следующего года. И заткнуть разрыв в задницах активистов, которые уже долгие годы говорят, что компания Nintendo, где не следуют повестки, где женские персонажи, почему только Линк. Когда-то Анита Саркисян по-серьезу разбирала игры Nintendo и говорила, что это такое. У нас каждый раз вот этот вот мальчик спасает принцессу. Мальчик снова и снова идет, спасает принцессу. Это типичный, блин, архетип. Женщина в беде. Nintendo сколько можно. Nintendo спустя годы, очевидно, посмотрела эти ролики. Хотя Анита Саркисян уже и ушла. Все, ее нет на этой арене. Уже другие активисты. Но Ютуб все помнит. И вот боссы Nintendo такие, так что да. А давайте сделаем. И Legend of Zelda про Зельду. Это же буквально на поверхности плавало. А игра, кстати, Миша, как? На поверхности плавает? Как кое-что другое? Ну, я бы не сказал прям как кое-что. Но говорить о какой-то шедевральности и прочем не приходится. Насчет серии Legend of Zelda. В Link's Awakening, которой ты упоминал, Зельды вообще нет. Там как бы другой мир. Там вообще отсылки к Twin Peaks. В этой Twilight Princess Link это буквально волчара позорный на это самое, на подхвате. Там у другой персонажки, кажется. То есть, если разбирать лор каждой Зельды... Не надо разбирать здесь. Никто не знает лор. Никто не знает. Никто не играл в Сейссу. Не говоря уже об обалденно мрачной, а местами откровенно депрессивной и мною очень любимой Legend of Zelda Majora с маской. Я бы, кстати, какой-нибудь ремейк переосмысления хотел бы заценить. Есть только HD-версия для 3DS-ки. То есть, можно нырнуть в эту вселенную и понять, что это ни хрена, не мальчик в зеленом колпаке спасает девочку. Но в этом случае мальчик в зеленом колпаке сходу в самом начале попадает в лаву. Буквально у нас тут сказочный мир. Добрый, милый, не в ту ловушку он попадает, в которую вы все сейчас, извращенцы, подумали. Он не в Таиланде, оказывается. Он в Хайруле, а там подобное не приветствуется. И Зельда теперь должна спасти мир. Но прежде чем спасать мир, выясняется, что король Хайрула и его приближенные были заменены на злобных двойнюков. Они бросают Зельду в тюрьму. Там к Зельде прилетает странная штучка, выдает ей волшебную палочку и говорит, теперь мы вместе будем закрывать разрывы и спасать Хайрул от этой злобной напасти. Зельда у нас не воин, Зельда у нас маг, и использует магические приемы, чтобы и спасти мир от этой самой напасти. Она может только буквально копии пасти делать. Да. Копии пасти, блин, волшебница. Зельда у нас Ubisoft, поэтому может видеть какие-то прикольные предметы, точнее стандартные предметы, типа там ящиков, кроватей и так далее, там кувшинчиков, и делать, да, копии пасты этих предметов, чтобы, например, забраться повыше, перебраться через пропасть или избегать всяко разных опасностей. На минуточку, если нас внезапно смотрят люди, которые не привыкли к компьютерному сленгу, копии пасти это значит копировать, вставить. Ctrl-C, Ctrl-V. Да. Именно так. Еще у Зельды есть возможность, ну, как бы связывать себя, она все-таки немножко Линк, она может связывать себя с предметами и перемещать их таким образом. Ну, вот эта способность еще может работать в обратную сторону. Ну, еще Зельда может превращаться в Линка, то есть у нее меч появляется, и она рубит противников, но эта способность расходует ману. Основа здесь все-таки это копировать, вставить. Ах, да, еще некромантия, потому что Зельда может копировать не только неодушевленные предметы, но и монстров, которых она побеждает. Самых разных, которые населяют подземелья Хайрула, ну, или Верхний мир. И с помощью этих монстров она сражается с другими противниками, поскольку сама она в прямом бою за пределами вот этого вот воинственного облика ограниченного, не то чтобы многое может. И вот, стоит нам выбраться из данжена, мы начинаем приключение в небольшом мирочке. В таком небольшом, но очень уютном и очень приятном, в котором интересно возиться. Тем более, что вот эта вот механика копировать, ставить, поначалу вполне себе развлекает и увлекает. Ты призываешь к кровати, чтобы сделать себе лестницу в небо, ну, или поспать на кровати, чтобы восстановить здоровье, причем спать ты можешь, когда хочешь. Главное, чтобы Зельду в это время не тюкнули и не пробудили. Ты приручаешь, ну, приручаешь, копируешь новых монстров, используешь, допустим, паучков, чтобы забраться по каким-то ответственным стенам в сочетании с этой вот магией Линка. Ты видишь какие-то преграды, ты думаешь, так, что у меня есть в этом вот постоянно рожать? К кровати у тебя есть. К кровати у тебя. К кровати ты будешь использовать постоянно. К кровати тот главный способ преодоления всех проблем. Ну, или ты используешь, например, каких-нибудь огненных монстров, чтобы что-нибудь сжечь, или ледяных монстров, чтобы что-нибудь заморозить. Ты в определенный момент учишься призывать даже кубики воды, чтобы проплыть, вот проплыть, допустим, вверх. Хватает всяких разных приколюх, тем более, что список вот этих вот предметов пополняется, ты используешь какие-то новые фокусы, ну, типа там в пустыне воздушные пушки, которые сдувают кучи с песком, да-да-да. То есть ты все время вот что-то, что-то находишь, ты иногда сталкиваешься с загадками, которые сходу решить не получается, правда, они несложные, над ними достаточно, ну, немножечко так вот подумать, поковыряться, и ты находишь путь дальше. У тебя может не быть нужного предмета или монстрика, но ты в это место всегда можешь вернуться. Эта часть, она не масштабная, мир здесь небольшой, но, повторюсь, очень-очень приятный, уютный, разделенный там на разные регионы. В одном регионе там, естественно, свои проблемы, там два персонажика посрались, два музыканта должны сыграть в унисон, но не могут, потому что у них вот противоречие возникло практически, как The Beatles, правда, без веселых приколюк со стороны Йоко Оны. Ну, Зельда, опять же, она не идет во всякие вот эти вот суровые и слишком задорные вещи. Хотя можно еще было сравнить, допустим, с Экспистолс, это тоже было бы весело. Или с какой-нибудь популярной рок-группой. Действительно, The Beatles не популярная рок-группа. Ну, назови какую-нибудь ты популярную распавшуюся рок-группу. Давай. Руки вверх. Ну, не рок-группа. Но этот конфликт внутри группы все знают. Ладно. Я не в теме, извините меня, пожалуйста. И когда ты бегаешь по этому, вот, допустим, верхнему миру, ты находишь всякие ресурсики для создания коктейлей, чтобы тебе было легче проходить игру. Находишь ресурсики для улучшения вот этого образа воина. Находишь частички сердца, чтобы Зельда стала выносливей. Здесь приятно возиться. Естественно, ты спускаешься вот в эти вот подземелья, которые, да, здесь представлены, ну, можно сказать, классические подземелья. Но, естественно, с оговоркой. Поскольку у нас есть некая свобода, ты осваиваешь все вот эти вот возможности покопировать, вставить. И игра тебя не ограничивает в способах решения. Правда, способы зачастую там раз, два, три, четыре. Кровати. 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 Сделай еще одну лесенку из кровати. Сделай еще одну лесенку из кровати, ну, или призови какого-нибудь паучка, чтобы забраться повыше. Здесь, кстати, есть два вида паучков, и ты их, да, регулярно используешь. Да, можно сказать, что какие-то способы повторяются. Но, когда ты приходишь в очередное подземелье, там появляются новые вот эти вот монстрики или предметы, которые надо освоить, чтобы их потом копировать для прохождения этого подземелья. Игра тебе дает относительную свободу. Ты вначале можешь сходить вот сюда или сюда, потом сюда, сюда или сюда. То есть нету такой вот четкой линии, как в прям уж классических Зельдах, когда ты идешь по заранее определенному маршруту. Нет, здесь есть такой вот элемент свободы, элемент дыхания дикости. Но, я бы сказал, фоновый элемент дыхания дикости. Когда ты... Проблема в том, что когда ты рассказываешь про дыхание дикости, это, если что, Breath of the Wild, и когда ты сейчас рассказываешь про свободу, люди видят происходящее на экране. Миша, хватит, блин, заливать. Это Агуша Гейминг, это вид, блин, сверху. Свобода, вид сверху и бесконечные кровати. Почему не только кровати? Да, да, да. У нас, кстати, девушка с палочкой, которая закрывает разрывы и постоянно тянется в кровати. Все совпадают. Свобода, и люди такие думают, ну, наверное, вот когда свободная свобода, да, да, да. Люди представляют, что Red Dead Redemption, GTA, да, там, ладно, Харайзинс. Red Dead Redemption четкая структура кампании. Но свобода, понимаешь, свобода мира, то есть ты видишь перед собой мир, а здесь ты видишь, вот, макушку главной героини. Мир с относительной свободой, в котором поначалу прикольно возиться. Я не говорил, что это какой-то суперкрутой открытый мир. Вот хватит тогда про слово свобода говорить. Ладно, а то я превращаюсь в разработчика сталкивания, простите, пожалуйста. Просто ты можешь вот пойти сразу в этот донжон, или в этот донжон, или в этот донжон, вот и все. Вот и все, прямо как в Tears of the Kingdom, когда тебе говорят, ты можешь пойти вот в этот донжон. В Tears of the Kingdom свобода как раз таки, потому что ты можешь вообще никуда не идти, ты можешь заниматься исследованием. Здесь ты тоже можешь заниматься исследованием. Вот здесь вот исследовать что? Здесь не 64 квадратных километра. Деревни рубить можно? Нет. Зелье варить можно? Можно. Где? Ну, вот эти вот коктейли создавать из собранных ресурсов. Монстриков можно разных искать. Например, можно сходить в какой-нибудь таинственный лес, там встретить левра. Если у тебя прокачанная вот эта... Кого встретить? Местного кентавра. Если у тебя уже прокачанная вот эта штучка, вот эта желтая летающая вокруг Зельды, то ты сможешь его призывать, и это, по сути, ультимативная хрень для победы над противниками. Но, естественно, сходу призывать ты его не сможешь, да и убить этого левра вначале даже у тебя не факт, что получится. То есть, есть открытие, есть исследование, есть комбинация возможностей, есть разные поселения, в каждом своя приятная мини-история. Есть подземелья, да, где вот эти вот задачки уже выстроены в четкую последовательность. Вроде бы все есть. Есть побочки, но они максимально проходные. А, да, со мной определенно что-то не так. Да, да, ты только сейчас это обнаружил. Давай, хорошо. Помнишь, я критиковал Stellar Blade за то, что там есть костюмы, но они не влияют на игровой процесс, и, соответственно, мне нахрен не упали. А, подожди, ну ты же можешь любоваться на главную героиню в разных костюмах, что как бы база. Похрен. Да, да, да. Похрен плюс похрен и помножить. Да, 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 диалог до записи еще рассказывают, как Миша все это похрен. Ну, костюмы к диалогу до записи отношения не имеют. С его тягой к ролевым играм удивительно, что он не любит переодевать девочек в разные костюмы. Ну, нет, как бы же. Тяга, неважно. Так вот, в Stellar Blade это было пофиг. В Зельде тоже есть костюмчики. Я нашел. Короче, в Зельде есть костюмчик кошки для Зельды. Его тебе выдают в рамках одного задания, которое быстро проходится и также быстро забывается. И когда я получил этот костюмчик, а я с ним играл до конца приключений, и мне это нравилось. А, вы не понимаете, это другое, да? Нет, здесь я не понимаю, но мне нравилось играть в образе Зельды кошки. Есть теория. Смотри, тебе не нравится переодевать взрослых девушек. Не, не, не. Но тебе нравится переодевать маленьких девочек. Не, 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 не. Под небесный 2.0. Зельде уже практически моя ровесница. А, трехсотлетняя богиня. Ей под сорок лет. И она эльф. Вы как удобно. Это практически фрэн. Хрен вы меня тут подтянете под это все. Ну вот, тем более, что она здесь немало сундуков открывает. Правда, в эти сундуки не залазит. Обидно даже. Хотелось бы, конечно, чтобы все это было. Все, проехали. Кстати, да, костюмы в Стеллар Блэйд нужны постольку поскольку. Ну, это и удивительно, что когда Миша играл в Стеллар Блэйд, он про это вообще не думал. А здесь вот у него сразу какие-то ассоциации. Здесь, когда мне дали костюмчик киски для Зельды. Кстати, а этот костюмчик что-то меняет? А, в смысле, в игровом процессе? Нет, я же тебе сказал, он используется, ну, по крайней мере, я его использовал один раз в одном максимально проходном побочном задании. Там, типа, ты можешь говорить с кошками. Все. А потом это никак. То есть, мне просто по приколу, вы же говорите, мне вот по приколу в Зельде нравится. Поднимесно бы тоже было по приколу. По приколу в Стеллар Блэйд нет. Пока за ним не пришли. Еще раз повторяю. Зельда, это как фривен. Не существует уже 40 лет. Нахрен, идите. Хорошо. И, кстати, насчет идите нахрен. Вот ты приключаешься и задаешь игре вопрос. Игра. А когда уже будут испытания поинтереснее? Не такие вот односложные. Да, у тебя есть разнообразие. Одно подземелье, например, оно такое прикольно. Ты там постоянно с одного этажа на другое бегаешь, там закольцовано. А другое подземелье, оно такое чисто прям линейное. Как бы я вижу разнообразие. Я вижу движ. Я вижу обновление списка вот этих вот призывных вещей и монстров. Но мне хочется что-то посложнее. Мне хочется загадок поинтереснее. Потому что за все приключения я столкнулся ровно с одним типом загадок, над которым я немного так покумекал. Но все остальные испытания проходились без особых проблем. Ну и с затупами минут на 5-10, что как бы маловато. Хочется что-то вот сложнее. Хочется следующий шаг. Вот разработчики придумали прикольную фишку. Кровать его так друг на друга ставить. Да, да, да. Но не придумали более сложных испытаний, на что Nintendo мне отвечает. Пошел ты нахрен. Покупаешь Switch 2. И надеешься, что мы сделаем вторую часть вот такого вот приключения Зельды. И там уже будут испытания поинтереснее. Потому что до релиза этого проекта мы называли это, смотрите, Tears of the Kingdom, но в 2D. Нет. Это не Tears of the Kingdom, но в 2D. Это даже не Breath of the Wild, но в 2D. Потому что здесь, да, есть идея, но нет глубины. Ты понимаешь, что да, выполняешь какие-то очевидные действия, чтобы проходить очевидные головоломки. Вот я сейчас рассказываю про игру. Вроде прикольно, но нет глубины. Я такое говорил про Plucky Squire. Я будто про Plucky Squire снова рассказываю. Но Plucky Squire проходился за 7 часов. Здесь я провел 20 часов. Да, здесь есть динамика, смена обстановки, есть движ, все такое. Разные регионы. Ну вы видите это на экране, да? Это прикольные персонажики. Нет ощущения какой-то скуки, но есть ощущение поверхностности. Это, кстати, и в боссах очень хорошо проявляется, когда ты видишь очевидный способ убийства этого босса. Используешь его раз, два, три, босс отъехал. Финальный босс меня и вовсе разочаровал какой-то невысокой сложностью и растянутостью сражения. Я такой, блин, я же к этому сражению готовился, в том числе накрафтил кучу бутылочек, чтобы восстанавливать здоровье. Ни хрена не понадобилось. Обидно даже, даже на геройской сложности. Потому что это игра для девочек. Для каких девочек? Девочек, которые наконец-то увидели, что Ниндендо сделала игру для девочек и пошли играть. Не надо недооценивать девочек, в том числе тех, кто играет в игры Виталия. А кто из них играет в игры? Наверное, кто-то играет. Есть Алина Рина и, по-моему, все. Ну и плане еще. Но в последнем случае мы знаем только 2D-шные фасады. Что за ним скрывается? Вопрос открытый. Тем более, что, да, ты здесь периодически ныряешь в эти разрывы в игре. Там свои небольшие правила, платформенные участки появляются. В общем, игра тебе предлагает разные испытания. Но все эти испытания, да, утыкаются в невысокую сложность. Еще один момент, который меня раздражал уже где-то после 10-го часа. Это, я это называл мелкой моторикой, ну или микроменеджментом. Когда ты должен снова и снова призывать вот эти вот вещи. Одну, вторую, третью, четвертую. Иногда, чтобы просто перепрыгнуть через небольшой выступ, надо призывать одну-две к кровати. Ты потом находишь возможность прыгать повыше, да. Но ты регулярно это снова-снова-снова там поукрывать, поукрывать. Вот так вот повторяешь несколько одних и тех же движений. Это немного раздражает. Как и раздражает то, что ты не всегда можешь быстро снести противников. Ты должен призывать вот этих вот монстриков, и они за тебя делают работу. Это поначалу прикольно, потом это немного подбешивает. И вот эти вот действия, которые ты должен повторять, повторять, повторять до бесконечности от начала и до конца, под конец конкретно так утомляют. И это приключение Зельды, хоть и не сильно затянуто, я провел в ней 20 часов, облазив практически весь мир, оно все равно ощущается, как такая годная техно-демка. Как крутое доказательство концепта для нового направления развития вот этих вот двухмерных Зельд, чем какая-то досконально продуманная игра. Здесь есть отличные идеи с копированием вещей, с призывом монстров, Зельда-некромант, с, собственно, некой свободой, когда ты решаешь какие-то головоломки. Кровати, кровати, еще раз кровати. Но вот этого дальше идеи как-то не пошло. У меня есть шизотеория, что компания Нинтендо дала разработчикам указание, вы идейку придумаете, но особо не усердствуете в том, чтобы как-то круто ее реализовать. Нам надо закрыть вот это осеннее релизное окно каким-нибудь прикольным проектиком. Нам сейчас нет смысла рвать жилы для того, чтобы выпускать действительно выдающиеся проекты на Switch. Консолька свое доживает. Но и откровенный шлак мы гнать, естественно, не будем, потому что это плохо повлияет на наш бренд, плохо повлияет на наш имидж. Ну и в конце концов, зачем гнать откровенный шлак, если мы Нинтендо, мы можем выпустить прикольную игрушку. Вот разработчики прикольную игрушку и выпустили. Естественно, такая игрушка не стоит того, чтобы платить за нее 60 долларов. Но может на какой-нибудь распродаже, почему бы и нет. Ну или уже дождаться выхода Switch 2, и там попрет Metroid Prime 4, новые покемоны. Возможно, какая-то полноценная Зельда, хотя полноценная Зельда на Switch 2 будет не скоро. Но может быть на Switch 2 будет продолжение приключений вот этой Зельды. С уже необходимыми углублениями во всех необходимых для Зельды местах. А напоследок я отмечу, что Миша очень избирательно подходит к критике данного проекта. Ну, за поверхностность немного пожурил, за то, что разработчики не стали углубляться в этот материал. Но почему ты ничего не сказал про ужасное техническое исполнение? Почему игра, которая выглядит вот так вот, иногда позволяет тебе сильно тормозить? Кстати, про это я не сказал. Что это? Периодически, да, кадровая частота тут опускается ниже допустимых пределов. При том, что, да, эта игра не балует какой-то сверхтехнологичной графикой. Она не балует какой-то сверхинтерактивностью, как та же Tears of the Kingdom. Вот когда я запускал Tears of the Kingdom, да, я понимал, что почему здесь нет стабильных 30 FPS. Потому что, в принципе, для чипа 15-го года это технологическое чудо. Здесь мы никаких технологических чудес не наблюдаем. Все максимально простенько. И когда ты видишь столь простую графику, неприятно видеть тормоза. Даже со всеми скидками на все чипы и устарелость свеча. В общем, не покупать. Не покупать. И на этом, дорогие друзья, у нас на сегодня все. Огромное спасибо за внимание. Поддержите этот ролик лайком. Расскажите всем, что здесь обосрали новую Зельду. Ну и, конечно же, подписывайтесь на новый канал. На новый канал. На этот канал. И на новый канал ВК-видео. У нас тоже там есть. Ну, в смысле, наш старый канал. Ну, это как бы новый поняли. Вот эта система публикации ВК-видео. Это, конечно, да. Каждый раз приключение. То еще. Да. И, как всегда, мы выражаем при Омега огромнейшую благодарность нашим дорогим спонсорам. Спонсорам можно стать через Boosty. Спонсору Ютубчик или даже ВК Донат. Пользуйтесь чем вам удобнее. Приходите к нам на стримы. Мы там весело общаемся. А здесь, наконец-то, начались ремонты. Как вы можете заметить. Иногда уже этот сосед беспокойный. Он как будто переехал. Вот мы записывали в квартире. Ну, естественно, иногда там кому-то внезапно нужно было дырочку прокрутить. И вот сюда. Виталик, у тебя в хате я чаще слышал звуки ремонта, чем у себя. А у меня дома два года. Ну, потому что всем нужно вот именно сейчас прокрутить дырочку, чтобы повесить какую-то картиночку. Понимаешь? Люди думают об искусстве. Да. И нельзя их за это, конечно же, ругать. Пока. Она даже выглядит пососна, вот эта Зельда. Как такое можно вообще обсуждать всерьез? Plucky Squire. Сколько людей посмотрело этот обзор? При этом это обзор один из самых популярных в интернете данной игры. Фикелапа, по-моему, в Plucky Squire там меньше 100 тысяч просмотров. Вот. То есть, прикинь. Что прикинь? А Зельда. При этом, ну-ка, это же Зельда еще отлично продается. Вот эта тварь. В Японии, по-моему, на 40% лучше, чем Link's Awakening. Они за первую неделю 200 тысяч копии реализовали. В Японии. В Японии. Только в Японии. На 40% лучше, чем Link's Awakening. Это очень хорошая динамика. Канами, что с лицом с этим ремейком Silent Hill 2? Затянутым. На убогих технологиях Unreal Engine 5. Неправильная игра. Почему? Неправильный подход у компании Nintendo. Я тут подумал. Ну вот, допустим, принцесса потеряла героя. Да. Нормальная принцесса, вместо того, чтобы самой идти спасать мир, что делает нормальная принцесса? Что? Ищет нового героя. Еще какой-нибудь лоха, который за нее будет проделывать всю работу. Был в зеленом колпачке. Станет парень в каком-нибудь розовом колпачке. Сейчас говорят, это модно. И все. И все проблемы были бы решены. Но она решила за каким-то фигом сама. Я сама все сделаю. Теперь я умею. Теперь у меня есть волшебная палочка. А мужики мне не нужны. Ну, когда у женщины есть волшебная палочка, ей мужики не нужны. Извините, правда жизни. Вы или вакуумный стимулятор. Лучше второй. Почему? Ты пробовал? Куда ты его прикладывал? Откуда ты знаешь? Вот когда ты начинаешь рассказывать про вот эти все вакуумные стимуляторы и так далее, какова твоя экспертиза в этом? Какая твоя экспертиза? Подожди, подожди. Откуда ты знаешь? Откуда ты знаешь про это вот все? Есть? Кто? Что? Кто? Где? Есть исследования. Какие исследования? Ты исследовал? Я? Зачем? Откуда, блин, вот эти вот все эти познания? Что жалоб не поступало, я неплохо исследую. С учетом того, что приходится пользоваться дополнительными материалами, жалобы определенно поступали. Это не про дополнительную, это не про конкуренцию. Это напарник. Напарник. Если что, у меня. Вот, Мишин напарник, прикиньте. Что? Что? Мишин напарник. Прикиньте, а сколько вообще напарников у тебя? Команду из Масс Эффекта собрать можешь? Команду, отлично. Весело живем. И музыка из петросянского шоу. Ладно. Вот так. Миша меня заставил прям разнервничаться. Ну, так потому, что ни хрена в этом не шагит. Потому, что мне не нужен никакой напарник. Да, 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 вот это вот. А потом статистика, вот это вот все. Статистика чего? Статистика чего? Я не буду говорить. Вот это вот разнузданное, вот это вот западное общество. Вот там у них статистика, вот это. Вот эти все клубы, потом начинаются вот эти походы, вот это. Напарника уже мало, надо много напарников. Что? Ну? Что? Ну? Не одобряем. Ай-яй-яй. Всё это... Конечно. Всё вот это надо только вот так. Бездуховно. Да, конечно. Кстати, у них же тоже определённо есть какой-то чатик. Возможно, какой-то сервис, которым пользуются. Кто? Ну, свингеры. Ну, они же как-то находят друг друга. А, ну да, естественно. А может, они находят друг друга на ВК? Ну, эти вроде ещё экстремистами не стали. А мало ли. А чё это? Они в это сообщество из шести букв и плюса не попадают. А пора бы задуматься. Ладно. Запишите, дорогие друзья. Нравятся ли вам такие вот отношения? И не запретит ли всякие сервисы, которые позволяют плодиться подобным отношениям? Ай-яй-яй. Раньше жили без этого свингерства как-то? Ну, вот нечего и начинать. Как говорится, Виталя, завидуй молча. Ладно. Начинаем. Раз, два, три. Виталя. 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 Виталя.